Мы с вами находимся в одном из самых романтичных мест Санкт-Петербурга, у Поцелуева моста. Все влюбленные приходят сюда целоваться, а особая петербургская традиция состоит в том, чтобы подарить поцелуй любимому человеку, проплывая под мостом на катере. Это место увековечено в многих произведениях, например, в знаменитой песне Леонида Утесова о Ленинградских мостах. Здесь неподалеку находился трактир купца Поцелуева, который, обыгрывая свою фамилию, дал заведению название «Поцелуй». Говорят, злачное было место, однако именно оно подарило красивое название близлежащему мосту. А сам мост преподнес Петербургу в дар один из самых известных представителей династии Демидовых, участник войны 1812 года Николай Никитич Демидов. О нем сегодня и поговорим. Николай Никитич был внуком Акинфия Демидова, сыном его младшего сына Никиты, в котором великий, прибавим, и ужасный дед, видел продолжателя своего дела. Видел, кстати, не зря. В одной из прошлых серий мы подробно рассмотрели старших сыновей Акинфия Никитича, один из которых Прокофий стал отчаянным транжирой и сумасбродом, а второй Григорий – выдающимся ученым-ботаником. И только Никита действительно и с охотой продолжил отцовское дело. Поэтому первоначально расскажем о том, как сложилась его судьба. Младший и любимый сын Акинфия Демидова, Никита Акинфич Демидов, достойный продолжатель дела своего отца. В отличие от старшего брата Прокофия, который продал отцовские предприятия в чужие руки, Никита Акинфич свою часть наследства употребил с пользой для семейного дела. На Урале он построил три новых завода и в итоге производил железо и чугун в таких объемах, которые ни отцу, ни братьям его даже и не снились, не говоря уже о легендарном деде. Даже само рождение Никиты Акинфича тянет на мультикультурный миф. Родился он во время переезда семьи из Тулы на Урал 8 сентября 1724 года на берегу Уральской реки Чусовой, одной из главных водных транспортных артерий того времени, связывавших Урал с европейской частью России. По Чусовой Демидовы сплавляли барки с продукцией своих заводов, ну и сами пользовались рекой как дорогой. Пейзажи Чусовой, кстати, можно видеть в советском телесериале «Угрюм река». На месте рождения Никиты II установлен каменный крест, который и поныне является важной достопримечательностью Чусовой. Его показывают всем туристам-сплавщикам, которые добираются до этого места. На кресте выбит примечательный текст. 1724 года, с сентября 8 дня, на сём месте родился у статского действительного советника Акинфия Никитича Демидова, что тогда был дворянином, сын Никита, статский советник и кавалер святого Станислава. Поставлен тот крест по желанию его 1779 года, мая 31 числа. Любопытно в этом тексте вот что. Ни сам Акинфий, ни тем более его только что родившийся сын Никиты, ни статскими советниками, ни дворянами тогда ещё не были. Да, вопрос решался, был на стадии высочайшего утверждения, но Акинфий станет дворянином только через два года после рождения Никиты. Крест же поставлен самим Никитой спустя 34 года после смерти отца и спустя 55 лет после собственного дня рождения. То есть Никита Акинфий сознательно переписывает историю. Пусть все знают, мы не какие-то там крестьяне-кузнецы, а действительные статские советники и дворяне. Кто там из местных людишек будет разбираться, а тут надпись в камне. С такой не поспоришь. Это не какая-то там бумаженция. Иными словами, Никита Акинфич, немножко закамуфлировав истину, увековечил за собой право первородного дворянства. И тут в семействе Демидовых начинается уже совсем другая история. Социальный лифт возносит фамилию бывших мастеровых до вершин бизнеса. Своё детство Никита Второй провёл на Невьянском заводе, с молоду обучаясь ведению дел и хитростям металлопроизводства. Систематического образования он не получил, что, впрочем, не помешало ему стать не только крепким хозяйственником, но и тонким ценителем искусств и известным меценатом. Именно он заложил основу знаменитой демидовской благотворительности, которую с энтузиазмом поддержали два его старших брата и которая станет основополагающим звеном семейной политики на многие десятилетия вперёд. Одно из первых демидовских пожертвований на науку было сделано от лица всех трёх братьев – Никиты, Григория и Прокофия. Они выделили Московскому университету 21 тысячу рублей. Годовая зарплата высокооплачиваемого рабочего в то время была, между прочим, около 30 рублей. Лично Никита Акинфич на постройку нового здания для Московского университета безвозмездно выделил 5500 листов железа для кровли и 800 пудов железа для стен. При Нижне-Тагильском заводе им была открыта одна из первых горнозаводских школ на Урале. А в 1779 году Никита Демидов учредил при Академии художеств премию за успехи в механике, за что и был избран её почётным членом. Как мы уже рассказывали в одном из предыдущих видео, в 1747 году в Кунсткамере случился страшный пожар. Сгорело множество ценных экспонатов и книг, а то, что успели спасти, валялось в беспорядке. Нужно было куда-то срочно эвакуировать все эти ценности, дабы уберечь их от дальнейшего разрушения. Выбор пал на дом Демидовых, находившийся возле стрелки Васильевского острова. В это время между сыновьями Акинфия шла напряжённая тяжба о наследстве. До её окончания императрица перевела всё демидовское имущество под казённое управление. В распоряжении государства находились и трёхэтажные палаты Демидовых на Малой Невке. Так что никаких припонках использованию на нужды отечественной науки не было, и в течение многих лет Академия наук гостила у Демидовых. Первые умы империи, включая Михаила Васильевича Ломоносова, приходили туда заниматься исследованиями. Раздел демидовского наследства окончательно завершился только 1 декабря 1757 года. Владельцем дома на Васильевском стал именно Никита. И с этого момента он начал тактично, но настойчиво бомбардировать власть прошениями освободить дом. Однако это оказалось не так-то просто. Кунсткамерные вещи покинули палаты Никиты только в 1767 году. И всё же Никита был личностью весьма и весьма противоречивой. С одной стороны, он внушал своим приказчикам, «Холоден и голоден может ли служить? У вас у всех глупо затвержено, что крепостной крестьянин, так и надо с ним бесчеловечно поступать. А моё усердное желание всех в равенстве и безобидно содержать». А с другой, на его заводах царил такой жёсткий беспредел, что там то и дело вспыхивали бунты. Самым страшным было выступление крестьян села Русаново Олексинского уезда Тульской губернии, случившееся в 1756 году. Когда они узнали, что их купил свою собственность Никита Демидов, они, наслышанные про его демидовские порядки, взялись за оружие и выступили против правительственных войск, которые прибыли их усмирять. В результате этой заварухи погибло более 60 человек. Говорят, что он запросто мог какого-нибудь случайно заехавшего на Урал иностранца записать в эти самые крепостные и заставить работать на одном из своих заводов. А некую француженку, которая приехала к нему весёлой гостьей и чем-то не угодила, повелел избить кнутом и выдал замуж за простого рабочего, к тому же пьяницу. Другое предание, которое сохранилось в народе, звучит так. Когда на Никиту Демидова поступил донос о том, что он принимает на свои заводы беглых людей и беспаспортных бродяг, и из столицы на Урал прислали комиссию, которая должна была проверить эту информацию, Демидов приказал всех беглых и беспаспортных, которые действительно работали у него на заводах, тайно замуровать в одной из своих многочисленных шахт. Кстати, для членов этой следственной комиссии Демидов специально выстроил отдельный дом, который обставил самой дорогой мебелью, но как только комиссия уехала, приказал его сжечь. Он якобы сопроводил своё решение такими словами «Кто ж в эдаком гадюшнике теперь жить захочет?» Широко распространено мнение, что Никита Демидов переписывался с Вольтером. Эта информация просочилась даже в некоторой энциклопедии, но мы вынуждены вас разочаровать. Как говорится, Вольтер, да не тот. Никита Акинфич переписывался не с известным французским философом. Этих писем в природе, увы, не существует. А с лечащим врачом своей жены, который носил ту же фамилию, но жил в Германии. И всё-таки знаменитыми и высокопоставленными друзьями Никиту Демидова бог не обидел. Перед нами Зимний дворец, главная резиденция династии Романовых середины XVIII века, и до 1917 года. Первой жительницей этого дворца должна была стать императрица Елизавета Петровна. Здание строил её любимый архитектор, гений петербургского барокко Франческо Бартоломео Растрелли. Но императрица не дожила до окончания строительства, и, соответственно, первым владельцем должен был стать её племянник, великий князь Пётр Фёдорович, более известный нашим зрителям под именем Петра Третьего. Однако и Пётр Третий въехать сюда не успел. Он был свергнут своей супругой Екатериной Алексеевной, и с балкона Зимнего дворца в июле 1762 года она объявила о своём восшествии на престол. Акинфий Никитич Демидов, как мы помним, очень много внимания уделял отношениям с властью и стремился все вопросы решать, минуя посредников разных чинуш и царедворцев, именно с первым лицом. К тому же стремился и его любимый сын Никита Акинфич. Он загодя завёл дружбу с наследником престола Петром Фёдоровичем, сужая его деньгами. Конечно, Никита всё это делал ради преференций в будущем, однако его стратегия оказалась неудачной. Пётр Фёдорович пожаловал своему кредитору Анинскую ленту, то есть Орден Святой Анны, но униженно попросил не надевать её при жизни тётушки, то есть императрицы Елизаветы. И это неудивительно, ведь Пётр Фёдорович, будучи всего лишь наследником, не имел права кого-то награждать орденами. Далее легенда рассказывает, что когда Пётр Фёдорович всё-таки стал императором, он, поверив клеветникам, отнял Анинскую ленту у своего бывшего друга. Документами всё это не подтверждается, однако вполне возможно, что какая-то подоплёка у этой истории есть, и Петру просто не хотелось отдавать долг своему богатому приятелю. Впрочем, так или нет, стратегия дружбы с наследником престола себя не оправдала. В скором времени он был свергнут с трона и убит в Ропше с подвижниками Екатерины Второй. Что же касается частной жизни Никиты Акинфича, то жил он в основном либо в Петербурге, где у него был свой дом на мойке, либо в Москве, на Мясницкой улице, а также в своих подмосковных усадьбах, самой известной из которых была усадьба в селе Петровское, которую Демидов выстроил в 1776 году для своей третьей жены Александры, дочери купца Евтихия Сафронова. Усадьбу в Петровском и соседнюю с ней церковь Петра Метрополита, построенную также по заказу Демидова, отпроектировал выдающийся русский архитектор Матвей Федорович Казаков. Отметился Никита Акинфич и в русской литературе. В 1786 году в Москве был издан журнал «Путешествие статского советника Демидова по иностранным государствам» от начала выезда его из Санкт-Петербурга 17 марта 1771 года «По возвращению в Россию ноября 22 дня 1773 года». Писал этот журнал, правда, не сам Никита Акинфич, а его секретарь. Но, тем не менее, это ценное свидетельство о том, как русские путешественники колесили по миру во второй половине 18 века. Поездку эту Демидов совершил ради своей жены Александры Евтихивны, которая страдала жестокими истерическими припадками и к тому же была бесплодна. Врачи посоветовали с супругом съездить на воду в Европу. Главной целью путешествия стал бельгийский курорт «Спа», где в 1717 году лечился сам Петр Великий. В поездке по Италии супругов сопровождал скульптор Федот Шубин. Он изготовил два мраморных бюста – Никиты Акинфича и Александра Евтихивны. Сегодня они хранятся в Государственной Третьяковской галерее. Но главным итогом этого путешествия стало рождение дочери и сына Демидова. Екатерина Никитишна родилась в Париже, а Николай Никитич уже на обратном пути в Россию, всего в 80 верстах от Петербурга в деревне Черковице, где в честь этого события Демидов поставил памятник. Никита Акинфич Демидов скончался 16 декабря 1789 года в возрасте 65 лет. Он первым из Демидовых нарушил традицию семейных захоронений в Туле и завещал похоронить себя в любимом Петровском. Там в церкви Петра Метрополита были похоронены его жена и дочь. Увы, семейная усыпальница Демидовых в Петровском не сохранилась. Я хотел бы поблагодарить холдинг «Селикдар», благодаря которому стала возможна эта серия документальных фильмов о династии Демидовых. А заодно порекомендовать вам добраться до замечательного алтайского города Змеиногорск и посетить местный краеведческий музей, где представлена богатая экспозиция и о Демидовском прошлом этих мест, и вообще о богатейшей истории этого небольшого городка. Единственный сын Никиты Акинфича Демидова и наследник его огромного состояния, Николай Никитич, прожил блестящую и насыщенную событиями жизнь, больше похожую на увлекательный роман. Детство и ранние юношеские годы его не были безоблачными. В возрасте пяти лет он потерял мать, в пятнадцать – отца. Понятно, что подросток не мог самостоятельно управлять десятью унаследованными заводами, поэтому ему были назначены два опекуна – статс-секретарь Екатерины II Александр Васильевич Храповицкий и генерал-лан-шеф Николай Дмитриевич Дурново. Даже эти уважаемые люди не сумели удержать молодого человека от свалившихся на него соблазнов. Уже совсем скоро богатый сирота, соривший деньгами направо и налево, прослыл одним из самых шумных повес и гуляк столицы. Что, впрочем, не помешало, а возможно, даже и помогло ему сделать за короткое время блестящую карьеру. Еще в младенчестве, как это и полагалось во многих дворянских семьях, отец записал его капралом в лейб-гвардии Преображенский полк. Через два года Николай автоматом получил чин под прапорщика, в 9 лет сержанта, а в 14 лет его переводят в лейб-гвардии Семеновский полк, где начинается уже настоящая военная служба. И в 16 лет Николай Демидов становится флигель-адъютантом генерал-фельдмаршала Потемкина-Таврического, фаворита императрицы Екатерины II. Во время Второй русско-турецкой войны 1787-1791 годов он находится в действующей армии в Бессарабии. Участвует во взятии Бендер, присутствует при заключении Ясского мира, на свои собственные средства строит фрегат для Черноморского флота. В 23 года он становится действительным камергером, наследника престола, великого князя Александра Павловича, будущего императора Александра I. Когда в 1801 году Александр зашел на престол, 27-летний Николай Демидов стал гофмаршалом двора и получил чин тайного советника. Головокружительный взлет, не правда ли? Но вот на своих уральских заводах Демидов за все это время не побывал ни разу, а между тем дела на них шли далеко не блестяще. В 1795 году дефицит их бюджета составил 612 тысяч рублей серебром, более половины этой суммы – личные траты заводовладельца. Придворная жизнь требовала все больше и больше денег. Демидову пришлось продать несколько фамильных вотчин и заложить тагильские заводы в заемном банке. Но и это не помогло. Вскоре долги выросли до 2 миллионов рублей. Поправить положение Николаю Демидову помогла женитьба на 14-летней баронессе Елизавете Александровне Строгановой, наследницы громадного состояния семейства промышленников Строгановых, давних конкурентов Демидовых на Урале и в Сибири. Несколько счастливых лет жизни принесли им троих детей – дочь Александру и двух сыновей Павла и Николая. Но в 1800 году один за другим умирают двое из них – трехлетняя Сашенька и годовалый Николай. Эта трагедия отдалила супругов. А самого Демидова потрясла настолько, что он бросил службу и вышел в отставку. Демидовско-Строгановская чета отправилась в путешествие по Европе, но прежних отношений восстановить эта поездка уже не смогла. В итоге Елизавета Александровна осталась жить в Париже, где бы пыталась забыться во всяческих радостях жизни, и до нас дошло несколько полуобнаженных ее портретов, выполненных французскими художниками. Ну а 30-летний Николай вдруг остепенился и занялся своими заводами. В 1806 году, в возрасте 33 лет, он впервые приехал на Урал, где провел несколько месяцев, знакомясь с управляющими заводами и вникая в дела. Итогом этой поездки стало то, что он отправил несколько десятков своих работников на стажировку за границу, а при Нижне-Тагильском заводе основал училище, в котором изучались общие начала механики и практического горнозаводского искусства. Также Демидов завязал торговые отношения с Англией. Для того, чтобы поставлять туда металл, на верфи в Таганроге он построил пять кораблей. Кроме того, на учебу в Италию он отправил и своих крепостных, в которых видел талантливых художников и скульпторов. Любопытно, что когда Наполеон вторгся в Россию, Николай Никитич жил в Париже. Однако, прослышав о нападении на родину, он немедленно отправляется в Москву. И там, в Успенском соборе Московского Кремля, приносит клятву на верность родине в присутствии императора Александра. Далее, на свои средства он снаряжает первый московский егерский полк ополчения. В основном, это соединение было составлено из рабочих демидовских заводов. Однако, интересно, что туда же юнкером был зачислен 14-летний сын Николая Никитича Павел. Впоследствии, этот полк принимал участие и в знаменитом Бородинском сражении, и в других битвах Отечественной войны 1812 года. Николай Никитич удостоился благодарности от главнокомандующего, князя Михаила Лырёновича Кутузова. Какова же судьба этого демидовского полка? Он прибыл в расположение войск накануне Бородинской битвы. Частично солдаты-демидовцы выполняли вспомогательную роль. Строили укрепления, а во время сражения выносили раненых с поля боя. Но часть полка оказалась в самом пекле, под началом генерал-майора Николая Тучкова, одного из четырёх братьев героев наполеоновских войн. Его корпус стоял на левом фланге русских войск на Старой Смоленской дороге возле деревни Утицы. Отважный командир Тучков лично возглавил атаку лейбгвардии Павловского гренадёрского полка на Утицкий курган и был убит в разгар сражения. О самом же Николае Никитиче, шеф московского ополчения генерал-граф Марков, сообщал, что он оказал отменную храбрость. Впоследствии наш герой участвовал также в битвах при Вязьме и Красном и весьма гордился своим участием в Отечественной войне. А спустя 10 лет после победы внёс 100 тысяч рублей своих средств на поддержку инвалидов борьбы с Наполеоном. После пожара Москвы, в котором погибли все научные коллекции, ранее подаренные Демидовым Московскому университету, Николай Никитич Демидов пожертвовал этому учебному заведению «Богатейшее собрание минералов», а также кабинет естественной истории из 6 тысяч предметов стоимостью в 50 тысяч рублей. Эта коллекция стала основой Университетского музея естественной истории. Вспомнив о семейных традициях благотворительности, Демидов подарил пострадавшей от пожара Москве слободской дом на Вознесенской улице, в котором на свои деньги устроил дом трудолюбия, а также преподнёс в дар государству свой каменный дом в Гатчине, где разместился основанный им Сиротский институт. Большие суммы он пожертвовал на строительство Триумфальных ворот в Петербурге, памятников герцогу Решелье в Одессе и Павлу Григорьевичу Демидову, своему кузену в Ярославле. Этим его благотворительные проекты не ограничиваются. В 1819 году Демидов внёс 100 тысяч рублей в комитет инвалидов, а в 1824-м, после разрушительного наводнения в Петербурге, описанного Пушкиным в «Медном псаднике», приказал раздать 50 тысяч рублей пострадавшим от стихий. К тому же ежегодно, 6 декабря, в день своих именин, он выдавал рабочим своих уральских заводов премию 25 тысяч рублей в совокупности. В дальнейшем его щедрость распространилась и на Италию, куда он после окончания войны переехал, как говорится, на ПМЖ. В Риме Демидов поселился в Палаццо Русполе, который вскоре стал центром светской жизни города. Стендаль, который тоже в это же самое время жил в Риме, познакомился с Демидовым и описал его как самого щедрого во всей Италии благотворителя, за счёт которого кормилось много сотен бедняков и устраивались два приятных празднества в неделю. В своём римском поместье Николай Демидов завёл домашний театр, в котором играли выписанные из Парижа актёры, а на его представление истекался весь римский бомонд. Увы, этот театр послужил причиной конфликта между русским миллионером и тогдашним правителем Рима Папой Львом XII. В одном из представлений действовал комический персонаж по имени Сан-Леон. И понтифик, посчитав, что этот спектакль не что иное, как сатира на него самого, предложил Демидову покинуть Вечный Город. В ближайшие планы Николая Никитича входила организация раскопок на римском форуме, но ссора с Папой Римским помешала этому проекту. Демидову пришлось переехать из Рима в Тоскану, но ему всё-таки удалось купить 53 древнеримских статуи, которые его сын Анатолий после смерти отца продал за 100 тысяч рублей серебром Николаю I для Эрмитажа. Некоторое время Демидов жил в Пизе, затем в бане Дилуки и, наконец, осел во Флоренции, где провёл последние пять лет своей жизни. В исторической литературе часто встречаются утверждения о том, что Николай Никитич Демидов был русским посланником при дворе великого герцога Тосканского. Однако это не соответствует действительности. Обязанности представителя России во Флоренции в то время исполнял российский посол в Риме Андрей Яковлевич Италинский. Демидов же жил здесь как частное лицо. Сначала он поселился в палаце Саристори, который находился в бедном квартале Сан-Никола. Дворец Демидова был окружён лачугами бедняков, поэтому Николай Никитич и здесь развил бурную благотворительную деятельность. Рядом со своим палаццо он открыл приют для престарелых, больницу и бесплатную начальную школу для мальчиков из бедных семей. Обучали в ней не только грамоте и математике, но и рисованию, шёлковому производству, ткацкому, сапожному и типографскому мастерству и многому другому. Над входом в школу был укреплён чугунный герб Демидовых с их семейным девизом «Акта нон верба» – «Делами, а не словами». Эта школа существует и до ныне, и она до сих пор носит имя Демидова. При этом Николай Никитич живо интересовался своими российскими предприятиями. Он приобрёл множество деревень в Рязанской, Новгородской, Черниговской и Херсонской губерниях, а также земельный участок в Крыму, близ Симферополя. Общее население его отчин возросло с 4000 душ в 1816 году до 14000 в 1834. Причём во всех его владениях барщина была заменена оброком, что значительно облегчало жизнь крестьян. Когда в первой половине XIX века спрос на металл резко упал, Демидов быстро переориентировал свой бизнес на сельское хозяйство, коневодство и овцеводство. В Крыму и в Херсонской губернии им были открыты опытные станции «Заводовка» и «Демидовка», где выращивался виноград, оливки и разводился скот. Из Франции он вывез лозы шампанского и бордовского винограда. Из Испании новую породу овец-мереносов. На Урале же Николай Демидов открыл фаянсовую фабрику, стекольный и суконный заводы. Значительную поддержку в делах дало обнаружение под Нижним Тагилом на землях Демидова богатых месторождений золота и платины. Как-то путешествуя по окрестностям Флоренции, Николай Никитич наткнулся на райский, как ему показалось, уголок. Это было аббатство Сандоната. Выкупив у монахов часть земли, он построил на ней роскошный дворец и вскоре из палаца Саристори перебрался туда. Здесь он завел собственный театр, оперу, зверинец и даже гвардию. В своем дворце он собрал одну из самых богатых частных художественных галерей в мире, в которую входили картины Тинторетто, Тициана, Веласкеса, Долокруа и многих других знаменитых художников. Между Флоренцией и Сандоната курсировал Демидовский дилежанс, который доставлял в эту галерею всех желающих. Два раза в неделю театр Демидова давал представления для русских аристократов, живущих в Италии. Сам же хозяин Сандоната в последние годы своей жизни был тяжело болен и поэтому встречал своих гостей, сидя в инвалидном кресле с колесами. Николай Никитич Демидов умер 22 апреля 1828 года. Его прах был перевезен из Флоренции и захоронен в родовой усыпальнице Демидовых в Иско-Никольской церкви Нижнего Тагила. В 1870 году его сын Анатолий установил во Флоренции на площади Мулина де Сан-Жоржио памятник своему отцу. Скульптура из карарского мрамора работы Лоренцо Бартолини изображает Николая Никитича в виде сидящего на стуле римского патриция, обнимающего ребенка. У его ног сидит женская фигура с лавровым венком, символизирующая благодарную Флоренцию. А по углам постамента располагаются четыре аллегорические скульптуры «Природа», «Милосердие», «Искусство» и «Сибирь». Надпись на пьедестале гласит «Дабы жители квартала Сан-Никола всегда имели перед собой живую память о командоре Николая Демидове, неустанном и великодушном благотворителе, сын его Анатолий подарил этот памятник городу Флоренции в 1870 году». Рядом с памятником находится палаццо Серистори, в котором жил Демидов в первый год своего пребывания во Флоренции, а также благотворительный приют его имени, построенный на его средства. А бывшая площадь Мулина-де-Сан-Джоршио сегодня носит имя самого щедрого благотворителя Флоренции Николая Демидова.